Приветствую вас на канале Рецептик. У нас сегодня оладьи из тыквы. Красивый, полезный и очень простой рецепт. Приготовьте его на ужин или на завтрак и ваши родные останутся довольны. Итак, для своих оладушек я возьму половину вот от такой тыковки. Сорт этой тыквы называется хукаида. Я обожаю эту тыкву, потому что ее не нужно очищать от кожуры. Итак, разделим пополам и вымнеем все семечки. Далее нарежем тыкву на такие порционные кусочки, чтобы вам их было удобно держать, чтобы натирать на терке. И мы возьмем картошки приблизительно такое же количество. Очистим ее от кожуры и будем натирать тыкву и картошку на терке. Я воспользовалась в этом случае комбайном для натирания, но вы же можете натереть на обыкновенной ручной терке. В натертые овощи мы добавим 2 чайные ложки соли. Все хорошенько перемешаем и оставим стоять на 10 минут. А в это время мы приготовим крем из сливочного сыра. Также вместо сливочного сыра вы можете взять сметану или плавленый сырок. Смешайте все ингредиенты и готово. 10 минут прошло. Выжмем картошку с тыквой хорошенько руками, чтобы освободить ее от лишней жидкости. Добавим 2 яйца, муку, мускатный орех, черный перец, Соль добавлять больше не надо. Хорошенько все перемешаем. И наше масло для выпекания оладушек готово. Разогреем хорошенько сковороду, нальем туда подсолнечное масло. В середине сковороды сформируем большой оладушек и будем выпекать на среднем огне 5 минут с каждой стороны. Если ваши оладушки не совсем пропекутся, поставьте их на 100 градусов в духовку на несколько минут. Разрежем наш оладушек на 6 равных частей. Каждый кусочек украсим подготовленным кремом. Поверх крема будем укладывать небольшие кусочки лосося. Ну и в заключение посыпем всю эту красоту укропчиком. А теперь осталось позвать только всех своих домашних к столу и угостить их таким вкусным блюдом. Успешите приготовить этот рецепт, пока тыква еще доступна. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с вашими друзьями и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить хорошие рецепты. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok